Арест уже пять лет работает моряком. В период, когда ликвидировали услуги инспекции по вопросам дипломирования моряков и заменили новой функцией морич-сервиса Е-Гавань, он собирал пакет документов для очередного рейса. Говорит, что удобной она стала именно в период пандемии, когда можно было все оформить самому, без каких-либо очередей и без незапланированных доплат. И все, конечно же, дома. То есть я никуда не ездил в площадку дома. Перефодографировал документы, совершил платеж. Лично мне, конечно же, понравилось. И я считаю, это гораздо более прогрессивный метод работы таких центров предоставления услуг, чем то, что мы имели раньше. В то же время арест, как и большинство действующих моряков, опасаются того, что и в обновленной структуре все равно могут брать взятки. Хоть и на нерегулярной основе, но все те же внушительных размеров. А то и больше. Ведь теперь все сферы услуг будут предоставляться одним органам. Единственное, чего опасаются моряки. После того, как было снято двоевластие, после того, как снят уже один и, можно сказать, монопольный орган будет этим всем делом заниматься. Они боятся о том, что в очередной раз возрастут цены на сертификаты, на морские документы. И так мы прошли за два года цены документы подскочили более чем в 30 раз. То есть это на уровне того, что нет такой катастрофы в государстве, нет скачка доллара. Они в долларом эквиваленте поднялись на такую-то сумму. Чуть больше недели прошло с тех пор, как кабинет министров успел принять конечное официальное решение о ликвидации инспекции по вопросам подготовки дипломирования моряков. Теперь, чтобы оформить все нужные документы, моряки могут воспользоваться электронным кабинетом Государственной службы морского и речного транспорта. Все стало намного быстрее, но работа электронного кабинета все равно далека от идеала. Многие говорят о том, что несмотря на подачу в электронном виде, казалось бы, упрощенный вид, дальнейшие реакции, вместо 5-7 дней, когда тебя должны вызвать на экзамен, приходится ждать подтверждения несколько месяцев. Но были времена до трех месяцев, человек ждал, когда ему придет какой-то ответ. То есть пока оно находится в тестовом режиме. После полной ликвидации инспекции по дипломированию моряков, которая много лет славилась коррупционными схемами, по словах экспертов, осталась одна надежда на обновленные услуги Государственной службы морского и речного транспорта Украины. Но сможет ли структура остаться в стороне от взяточничества, покажет время.